В этом ролике я расскажу вам про маленькое государство в Средней Азии, которое когда-то входило в состав Советского Союза. Это 10 интересных фактов про Туркменистан. Находится эта страна на берегу Каспийского моря в югу от России, Казахстана и Узбекистана. Итак, начнём. На территории Туркменистана находится дверь в ад. Именно так называют огромный газовый кратер, который образовался там в 1971 году в результате бурения газовой скважины. Геологи во время буровых работ наткнулись на подземные пустоты, наполненные газом, в результате чего земля обвалилась и образовался большой кратер, из которого выходил газ. Было решено этот газ поджечь, чтобы он не отравлял окружающую среду. Так вот, с тех пор газ в этом кратере продолжает гореть и привлекать множество туристов со всего мира, потому что выглядит он действительно очень внушительно. Прямо как настоящие врата ада. В Туркменистане существует только один мобильный оператор. Эта компания называется Алтын Асыр и она является абсолютным монополистом в стране на рынке сотовой связи. Туркмены – это единственный народ в Центральной Азии, который не употребляет в пищу конину. Испокон веков туркмены считали лошадей священными животными, которые являются полноценными членами семьи и не могут быть едой. В 1986 году это правило было закреплено на уровне закона. Туркмены дают своим лошадям не клички и прозвища, а полноценные имена и относятся к ним как к младшим братьям и сестрам – с заботой и уважением. С 1991 по 2006 год Туркменистаном правил самый настоящий диктатор – Сапурмат Ниязов, более известный как Туркменбаши. Туркменбаши в переводе с туркменского языка означает глава Туркмен. Вообще этот человек заслуживает отдельного видео про свою персону из-за большого количества абсурдных вещей, сделанных им. Он создал в стране настоящий культ личности, который не снился даже Сталину. Во время правления Туркменбаши в стране было установлено более 14 тысяч статуй, изображающих его. Среди этих статуй особенно выделяется монумент в центре Ашхабада, который вращается вслед за солнцем. Стоимость этой статуи президента составила 10 миллионов долларов. Его портреты висели практически на всех зданиях и внутри них. Также он был изображен на туркменской валюте. Все печатные издания должны были помещать его портрет на свою обложку, а портреты лидера висели в каждом доме и автомобиле. Он был удостоен сотен государственных наград, а годовщина его избрания президентом была официальным государственным праздником. Туркменбаши написал книгу, которая называется Рухнама. Это произведение является философско-историческим трактатом, в котором туркменбаши излагает свое видение истории туркменского народа. В книге туркменбаши утверждает, что именно туркмены изобрели колесо, телегу, а также первые в мире начали плавить металл. Также, по его словам, туркмены основали более 70 государств в современной Азии, которые существуют до сих пор. В этой книге он рассказывал об особой роли туркмен в духовном развитии человечества. Туркменбаши утверждал, что тот, кто прочитает его книгу три раза, цитата, «станет умным, поймет природу, законы, человеческие ценности и после этого попадет прямо в рай». Изучение этой книги являлось обязательным во всех учебных заведениях страны. В вузах по ней были самые настоящие экзамены, которые должен был сдать каждый студент. Также в стране появились особые ученые-специалисты, которые занимались только тем, что изучали и толковали книгу великого лидера. Туркменбаши прославился своими крайне экстравагантными нововведениями и реформами. Например, он распорядился разделить человеческую жизнь на 12-ти годичные циклы. По этой системе девство заканчивалось в 13 лет, юность в 25, молодость продолжалась до 37 лет, а старость начиналась в 85. Также он запретил секс как способ увеселения, заявив, что секс это государственный долг каждого туркмена и заниматься им можно только лишь для продолжения рода, но никак не для личного удовольствия. Также он переименовал названия месяцев в году. Январь он назвал в честь себя – Туркменбаши. Апрель назвал именем своей матери. Май – в честь своего любимого поэта и так далее. Еще Туркменбаши отменил пенсии, так как считал, что дети сами должны обеспечивать своих пожилых родителей. Он запретил цирк, оперу и балет, так как не понимал их смысла. А еще распорядился построить в пустыне зоопарк, в котором должны были обитать пингвины, так как Туркменбаши опасался, что в будущем пингвины могут полностью вымереть из-за глобального потепления. В 2006 году Туркменбаши умер. Сразу после его смерти культ личности начал постепенно сходить на нет. В стране стали сносить или переносить памятники, посвященные ему. Его изображения убрали со страниц газет и денег. Изучение его книги сначала перестало быть обязательным предметом в вузах и школах, а потом и вовсе полностью прекратилось. Постепенно его практически забыли, однако свято место пусто не бывает. После его смерти ко власти в Туркменистане пришел новый лидер Гурбангулы Берды Мухаммедов, который тоже сразу же начал создавать свой культ личности. Он заменил книгу предыдущего лидера Рухнаму на свои книги, распорядившись разослать их во все библиотеки страны. Теперь его портреты висят на зданиях и внутри них, и его портреты находятся на монетах и купюрах страны. Ему точно так же, как и Туркменбаши, при жизни ставят памятники и называют в честь его улицы и школы в разных городах. То есть один диктатор сменился на другого. К сожалению, потребность в хозяине и господине – это характерная черта жителей многих постсоветских стран. С 1993 года по 2015 год, то есть в течении 22 лет, газ, электричество и коммунальные услуги для жителей Туркменистана были практически бесплатными. Счет за эти услуги составлял примерно 150 рублей в год. Также в этот промежуток времени бензин в Туркменистане стоил всего 2 цента за литр, то есть дешевле, чем обычная пресная питьевая вода. Это была самая маленькая цена на бензин во всем мире. В настоящее время цены на коммунальные услуги повысились, а бензин подорожал до 25 центов за литр. Все это связано со смертью Туркменбаши, который во время своего правления лично не позволял ценам на эти товары и услуги вырасти. Однако, несмотря на подорожание коммунальных услуг, они в Туркменистане все равно остаются одними из самых низких. Жители страны сейчас платят за них примерно две с половиной тысячи рублей в год. В 2001 году в Туркмении был введен закон, согласно которому любой иностранец, пожелавший взять в жены туркменскую женщину, должен заплатить за нее колым, то есть по сути денежную компенсацию государству. Сумма была большая, ни много ни мало 50 тысяч долларов за жену. В 2007 году этот закон все-таки отменили, однако несколько сотен иностранцев за это время все-таки этот колым казну Туркмении заплатили. Туркменский ковер, который возможно до сих пор висит у вас на стене, является национальным символом Туркменистана. День ковра отмечается в стране как государственный праздник. В Туркменистане есть даже музей ковров, в котором выставлено огромное их количество. Там есть старинные ковры, а также ковры с портретами известных личностей, например Владимира Ленина и Юрия Гагарина. По традиции я передаю всем своим зрителям из Туркменистана пламенный привет и прошу вас написать в комментариях о том, из какого вы города. Мне интересно. А в продолжении темы рекомендую посмотреть мои видео про Узбекистан и Азербайджан. Ссылки на эти видео будут прямо на экране. Спасибо вам за просмотр. Если видео вам понравилось, то обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик возле кнопки подписки, чтобы не пропустить мои новые ролики. С вами был Домиос. Пока!